Привет всем и добро пожаловать в секцию о модулях и пакетах. В этой лекции мы поговорим о PyPy и установке PIP. PyPy – это репозиторий для сторонних пакетов с открытым кодом для Python. Если вы работали с другими языками программирования, то это нечто схожее с Ruby Gems в мире Ruby, PHP Packages, CPN для Perl и NPM для Node.js. До этого момента мы использовали лишь библиотеки, поставляемые с Python, известные как стандартные или встроенные библиотеки, вроде Math Library. Есть куча других доступных библиотек с открытым кодом, которыми люди делятся на PyPy. Их также называют пакетами. Мы можем использовать PIP из командной строки для установки данных пакетов. Устанавливая Python с Python.org или из дистрибутива Anaconda, вы также автоматически устанавливаете PIP. PIP позволяет с легкостью скачивать пакеты с PyPy-репозиторий прямо из командной строки. Практически для любой вообразимой задачи уже существует подходящий пакет. Python невероятно популярный и быстрорастущий язык. Это значит, что если вам нужен Python для работы над какой-то внешней задачей, стоит погуглить нечто похожее. Скорее всего, вы найдете подходящую библиотеку, вроде Django или Flask для веб-разработки. Или какие-то более частые случаи, вроде работы с PDF или Excel документами на Python. В данном случае стоит поискать в Google и, скорее всего, первой строкой будет ссылка на пакет с PyPy или его документацию. Я покажу небольшое упражнение, как должен выглядеть хороший поиск. Сейчас же мы займемся скачиванием и установкой внешних пакетов. Для того, чтобы это сделать, открываем браузер или работаем прямо из командной строки. Помните, для Windows-пользователей открываем командную строку, для Mac и Linux используем терминал. Давайте откроем и то, и другое. Окей, вот наша командная строка. Продемонстрирую, как устанавливаются пакеты с PyPy. Стоит знать, что ваш фаервол может блокировать пипу доступ в интернет. Если у вас рабочий компьютер и нет прав администратора, стоит их получить или спросить у админа. Движемся дальше. Пишем pip install пробел, далее название пакета. Пакетов куча. Мы начнем с пакета, который, возможно, у вас уже имеется, потому что мы устанавливали дистрибутив анаконды. Пакет реквест, позволяющий запрашивать информацию с онлайн-сайтов. Это обычный синтаксис для скачивания пакетов. Заметьте, что я пишу команду напрямую в командную строку, не вызывая для этого питон. Это утилита командной строки. Жмем Enter. Может появиться надпись, что пакет уже установлен. Не беспокойтесь, если все пакеты из лекции у вас есть, анаконды содержат кучу внешних пакетов. Вот как это выглядит, если пакет уже существует. Теперь покажу библиотеку, которой у вас, скорее всего, нет. Называется Colorama. Библиотека, позволяющая выводить разноцветный текст в командной строке или терминале. Пишем pip install Colorama. Заметьте, здесь одна R. Жмем Enter. И он у нас уже есть, потому как я запускал эту строку перед видео. Что мы сделаем теперь? Запустим сам пакет. Пишем Python. Проверим Colorama. Сделать это очень просто. Пишем from Colorama. Import. Init. Далее. Вызываем Init. Это функция инициализации в зависимости от использованной вами платформы. Далее. From. Colorama. Import. Что мы сделаем теперь? Import for с большой буквы foreground. Теперь выведем printfor.red. Большими буквами. Плюс. Например, какой-то красный текст. Жмем Enter. Как видите, текст стал красным. Есть разные цвета. Например, printfor green. Плюс. Сменим на зеленый. Отлично. Цвет зеленый. Очень простая библиотека, позволяющая менять цвет текста в командной строке. Пользоваться мы ей, конечно, больше не будем. Просто это весело. Посмотрите документацию Colorama в Гугле, если вам это интересно. Теперь я хочу показать вот что. Закрою это. Как искать пакеты в Google и что вообще может вылезти в результатах. Для примера, давайте решим проблему работы с Excel-файлами на Питоне. Найдем пакет для этой задачи. Если вам нужен пакет для определенной задачи на Питоне, самое простое это воспользоваться поиском Google. Надеюсь, это очевидно. Но чаще всего, не важно, какой у вас опыт разработки, самое простое это действительно обратиться к Google. Пишем Python Package 4 и далее нужное слово. PDF, Excel, что-то еще. Смотрим верхние результаты, там точно будут полезные ссылки. Начнем с примера по Excel. Скролим вниз. Видим Python, deficexl.org. Открываем. Видим кучу доступных пакетов. OpenPyExcel, ExcelRD, ExcelWT. Кучу интересных вещей, так что можем просто прочесть их документацию или сразу скачать нужный пакет. Если нажимаем на скачку, нас переводят на сайт pypy.python.org. Он содержит официальную информацию о пакете. В зависимости от его популярности, если его часто используют, документация обширна и может содержать несколько страниц. Кликаем на ссылку Package Documentation и читаем. Очень часто вас отправят на ReadTheDocs.io. Видим документацию и что мы можем узнать из нее, так это способ установки данного пакета или же просто оригинальное название пакета для PIP установки. Мы знаем, что это openpy.excel. Так что возвращаемся в терминал, пишем pip install openpy.excel. Жмем Enter. У меня уже есть этот пакет, но установка проходит именно так. Далее вызываем Python и импортируем. openpy.excel. Никаких проблем. Это основа использования PIP install в Python. Надеюсь, информация была вам полезна. Далее мы разберемся, как создавать собственные модули и пакеты, используя Python. Увидимся в следующей лекции и спасибо за просмотр. Привет всем и добро пожаловать в лекцию о создании собственных модулей и пакетов. Мы разобрались с установкой внешних пакетов, которые были загружены другими на PIP, теперь обсудим создание собственных. Немного семантики. Модули — это простые скрипты .py. Другими словами, это PyScript, который используется в другом PyScript. Сам акт использования этого скрипта и называется модулем. Это просто семантика. Пакеты же, в свою очередь, это набор модулей. Однако есть ключевые PyScript вроде init, которые должны быть помещены внутри папки с Python, чтобы сам Python понял, что данный набор модулей должен расцениваться как внутренний пакет. Все это я покажу на примерах. Помните, что я не смогу показать примеры PyScript в Jupyter Notebook. Вместо этого мы воспользуемся текстовым редактором Sublime, или любым другим работающим с Py файлами, для создания скриптов и папок. Начнем с открытия Sublime. Вот он. Создадим пару файлов. Первый сохраним на рабочий стол. File, New File, Save As. Я выберу рабочий стол. Назову MyModule.py. Это модуль. Помните, что это просто PyScript, вызываемый другим файлом. Создадим другой файл. New File, также на рабочий стол. MyProgram.py. Назовем его так. Сохраняем. Внутри модуля я создам простую функцию. df MyFunc. Все, что она будет делать, это выводить строку. Hey, я в MyModule.py. Ctrl-S, сохраняем. В своей программе я хочу использовать код из модуля. Думаю, вы поняли идею использования модулей. Вместо того, чтобы создавать один большой файл, можно разделить его на несколько модулей файлов. Позже мы узнаем, как создать из набора модулей пакет. Итак, в MyProgram пишем from myModule import и импортируем функцию myFunc. Вызовем ее здесь. Сохраним. Посмотрим, работает ли в командной строке. Вот она. Помните, что я сохранил файлы на рабочий стол. Так что cd, change directory на рабочий стол. Вызываем Python. Далее myProgram.py. Enter. Видим hey, я в myModule.py. Мы успешно вызвали функцию из модуля myModule в программе myProgram.py. Это основной способ формирования Pyскриптов. В том случае, если мы не хотим писать все в одном скрипте. В определенный момент модулей становится много и их необходимо объединить в пакеты. Создать разные папки для разных пакетов. Давайте покажу, как создать сам пакет. Вернемся в myProgram и myModule.py. Создадим новый файл. Сохранить как? На рабочий стол. Сейчас я сделаю несколько вещей. Сперва создам новую папку и назову ее myMainPackage. Основной пакет. Жмем Enter. В ней создадим еще одну папку. SubPackage. Подпакет. Мы будем создавать здесь множество папок и файлов. Итак, на рабочем столе есть myModule.py, myProgram.py и также мы создали папку myMainPackage. Внутри нее еще одна папка. SubPackage. Теперь нам необходимо дать понять Python, что это не просто папка, а именно пакет. Для того, чтобы это сделать, внутри mainPackage и SubPackage мне нужно создать файл под названием 2 нижних подчеркивания init 2 нижних подчеркивания .py. Сохраняем. Убедитесь, что создали данный файл. В нем ничего писать не нужно. Нужно, чтобы он просто был. Когда Python пройдется по этим папкам, он автоматически поймет, что это не простая папка, а именно пакет. Создаем еще один файл. Сохраняем его в SubPackage. Также пустой файл init. Оба файла создали. Заметьте, как SubLime указывает на вкладке местоположения обоих файлов. Там написан путь. Закроем, они нам больше не нужны. У нас есть модуль и программа. Что я сделаю теперь? Файл. Файл. NewFile. SaveAs. Внутри MainPackage я создам файл, сам MainScript.py. Сохраню его. Файл. Также файл. NewFile. Создадим еще один скрипт в SubPackage. Файл. SaveAs. Внутри нашей SubPackage папки создадим файл mySubscript.py. Теперь у меня есть внешний модуль, сам MainScript в папке MainPackage, SubScript в папке SubPackage и наша программа. Теперь поиграемся со всем этим. Внутри сабскрипта пишем DEF. SubReport. Print. Hey, я функция внутри сабскрипта. Я функция внутри сабскрипта. Ctrl-S. Сохраняем. То же самое в основном скрипте. DEF. ReportMain. Print. Hey, я внутри сам MainScript в MainPackage. Сохраняем. Посмотрим на папки. На рабочем столе теперь myModule.py. Его мы больше трогать не будем. Так же у нас есть myProgram.py. О ней мы можем думать как об основном PyScript, который мы хотим запустить. Так же я хочу создать пакеты из файлов. Вместо одного модуля я хочу использовать несколько, соединенных в пакет. Поскольку их слишком много, мы распределили их по папкам, пакетам, в которых есть файл init.py. Этот файл говорит питону A. Эта папка является пакетом. Так что можно вызывать из него модули с помощью специального синтаксиса, который я вам покажу. Сам MainScript. Как вы понимаете, здесь может быть куча разных модулей. Далее SubPackage, init.py и Subscript. Выходим. Теперь начнем работу внутри myProgram.py. Мы уже знаем как импортировать модуль, теперь разберемся как импортировать пакет. From myMainPackage Import Могу импортировать какой-то модуль. Модуль в myMainPackage называется someMainScript. Пишем Если я хочу сделать импорты с SubPackage, пишем from myMainPackage.SubPackage Импортируем модуль в SubPackage. Он называется mySubscript Таким образом, вы можете упорядочить не только основные папки, но и под папки. Основная папка, точка, под папка, импорт, нужный модуль. Это синтаксис. Если хотите, можете пойти еще дальше и импортировать какую-то определенную функцию из модуля. Я покажу это дальше. А сейчас вызовем функцию из someMainScript. Для этого нам нужно знать ее название. Вернемся сюда. Вот она. ReportMain Возвращаемся, пишем someMainScript, точка, reportMain Закрываем скобки Мы запрашиваем функцию из MainScript, находящегося в основном пакете. Также, если посмотрим на SubScript SubReport Сделаем то же самое с этой функцией mySubscript точка SubReport Закрываем скобки Сохраним Теперь запустим нашу программу в командной строке и посмотрим, что произойдет. Я открыл командную строку Запускаем myProgram.py Жмем Enter Видим Hey, я сам mainScript из mainPackage и Hey, я функция из mySubscript Вот и все. Теперь мы не только успешно создали модуль это была первая часть лекции, но и создали пакет и подпакет. Основная идея здесь упорядочение различных пай скриптов. На вашем пути развития, как программиста на питоне, вы будете писать все больше и больше кода. Сперва вы создадите пару модулей в одной и той же папке Это небольшое дело. Затем кода будет все больше и больше. Все, что нужно сделать, это создать папку с файлом init Это сообщит Python о том, что папка является пакетом и позволит запускать код из модулей, как здесь. Это основная идея пакетов и модулей. Если есть какие-либо вопросы, задавайте их на Udemy в секции вопросов. И увидимся в следующей лекции. Спасибо за просмотр. В заключении данной секции курса я хочу обсудить вот эти две штуки. Name и Main. После этой довольно сложной части о питоне мы стали шире смотреть на пай скрипты и сами научились их создавать. Теперь давайте разберем самую запутанную строку кода на питоне. If name двойное равно Main. Двоеточие и код, который нужно выполнить. Частенько идея этой строки заключается в следующем. Когда мы импортируем из модуля, мы хотим знать импортирована функция или же мы используем сам пай файл этого модуля. Позже мы все это разберем, а сейчас прочитайте, пожалуйста, файл с объяснением этих вещей. Мы создадим два простых пай скрипта и я покажу вам идею данной строчки, когда if name равно Main, которая обычно стоит в конце крупных пай файлов. Давайте начнем. Что ж, создадим два файла на рабочий стол. Первый. Save as. Назовем его one.py. One.py. Создадим второй. Two.py. Снова на рабочий стол. Сохраняем. Сохраняем. Теперь подумаем, что происходит при вызове скрипта из командной строки. Мы заходим в командную строку, пишем питон, пробел, название скрипта, точка пай. Что же происходит на самом деле, когда мы вызываем этот скрипт? Запускается весь код, записанный в файле без интентации или отступа. Например. Разберем такую строку. print hello. Весь этот код запускается, все функции класса определяются с нулевой интентацией. В отличие от других языков, в питоне нет основной функции, которую мы запускаем в начале скрипта. Вместо этого запускается код без отступа. Скорее всего, интуитивно вы уже поняли, как это происходит, потому как мы пишем код с самого начала курса. В питоне есть встроенная переменная под названием name. В отличие от встроенных функций, это встроенная переменная. Очевидно, что она встроена, потому как имеет два нижних подчеркивания в начале и в конце. Так что по случайности ее написать не удастся. Что здесь происходит? В переменной name присваивается строка. В зависимости от того, как вы запускаете скрипт, например, вручную, через командную строку, пишем python, пробел, one.py, Python присваивает это переменной name строку main. Python делает это в фоновом режиме. В действительности это выглядит так. Присваивается строка при ручном запуске скрипта. Это позволяет проверить равенство данного присваивания в блоке if. Мы делаем так. If name равно main. Здесь мы можем написать какой-то код. Потому как это значит, что файл запущен вручную. Если вы когда-то запускали что-то вручную на питоне, вы знаете, что эта строка тождественно равна. В конце скрипта люди часто пишут подобный код. If name равно main. Далее запускают несколько функций, определенных ранее. Функция первая. Вторая. И так далее. Классы внизу упорядочивают код. И что именно нужно запустить. И они знают, что эти функции запустятся. Так как эта встроенная переменная name равна main. Что значит, мы запустили файл one.py вручную. Теперь углубимся в эту идею и сделаем следующее. One.py. Я напишу следующий код. df. Создам функцию, очень простую. func print func in one.py Когда мы вызовем эту функцию, выведется данная строка. Далее я сделаю вот что. Без отступа. print topLevel in one.py Теперь у меня есть функция и глобальный вывод. Внизу я напишу if. Как видите, строка авто заполняется. if name равно main. Это удалим. И так, у нас есть блок if. Если name равно main, то есть скрипт запущен вручную. Так что я пишу print one.py запущен вручную. Добавлю блок else. Это вы увидите не часто, в основном только if и блок кода. Но я хочу показать, как это работает. И так, else print one.py импортирован. Сохраню и посмотрю, что произойдет. Мы описали функцию, вывели строку. Затем, в зависимости от того, запущен ли скрипт вручную, мы выводим одну из следующих строк. Если да, верхняя, если нет, нижняя. Поработаем со вторым файлом. Вот что я сделал. Import one. Print. Top level. Top level into .py. Далее выполним функцию из первого скрипта. One.funk. Затем, if name равно main. Print. To.py запущен вручную. else print to .py импортирован. Сохраним изменения и откроем нашу командную строку. Окей, первое, что мы здесь сделаем, это запустим one.py вручную. Готово. Посмотрим. Вывод. Top level in one.py. А также, из блока if, вывод one.py запущен вручную. Встроенной переменной name была присвоена строка main, Python это знает и выводит строку из равенства. Теперь проверим two.py. Запустили. Видим, top level one.py, но теперь встроенная переменная name не равна main, потому как это был импорт. И мы видим строку one.py импортирован. Далее, top level two.py, func in one.py, two.py запущен вручную. Так что с помощью данной переменной мы можем определить, запущен скрипт вручную или же импортирован. Что ж, это была концепция встроенной переменной name. Обычно вы увидите, как люди, они не делают то же, что сделали мы, вроде проверки запущен файл вручную или нет. Вместо этого они делают вот что. Вернемся в редактор. Вместо else вот здесь. Пишется if name равно main. Это то же самое, как если бы я сказал run the script. Запуск скрипта, потому как в данном случае как раз скрипт запущен вручную. Вот что они делают. Определяют несколько функций или классов. Вот так. Вторая функция. Сохраняем. И внизу просто вызывают нужные функции. И возможно это логичнее. Но идея здесь больше именно в организации своего кода. Если у вас есть куча функций здесь, внизу можно просто вывести нужное. Это очень частое написание данного блока кода. Вы будете видеть его постоянно, особенно если где-то используются модули и пакеты. Окей, это была основная идея данной строки. Name равно main. Посмотрите файл, приложенный к данной лекции. И не стесняйтесь задавать свои вопросы в форме на Udemy. Увидимся в следующей лекции и спасибо за просмотр. Добро пожаловать. Теперь, когда мы разобрались с обработкой ошибок и исключений, с помощью блоков try, accept и finally обсудим юнит тестирования. Когда ваша программа разрастется до большого многофайлового проекта, или вы начнете работать в команде разработчиков, очень важной вещью станет тестирование. С помощью него вы или ваша команда сможете найти ошибки, внести изменения и обновления в код. Запускать тестовые файлы, чтобы убедиться, что код работает как надо. Есть несколько инструментов для тестирования. Мы сосредоточимся на двух. Остальные есть в ноутбуке к этой лекции. Но мы разберем Pylin. Эта библиотека, по сути, проверяет ваш код и сообщает о возможных проблемах. Проблемах стилизации или написания кода. Также есть библиотека Unit Test. Она встроена в Python и позволяет тестировать собственные программы и проверять вывод. Я начну с демонстрации использования Pylin для проверки своего кода на возможные ошибки в коде и стилизации. На случай, если вы не знаете, что такое стилизация, в Python есть несколько правил стилизации под названием PEP 8. Позже я покажу документацию. После этого мы рассмотрим тестирование кода с помощью встроенной библиотеки Unit Test. Для этой лекции в качестве приближенного к реальности примера используются эти программы. Мы создадим PyScript Sublime. Вы по-прежнему можете использовать Jupyter Notebook для написания кода. Там есть несколько волшебных команд, вроде Write File для создания PyScript. Если никак не можете отказаться от Jupyter. До этой лекции он подходит. Но в самом видео я буду использовать текстовый редактор для большего реализма. Первое, что нужно сделать, это установить библиотеку PyLint. Так что заходим в командную строку или терминал. Если у вас macOS или Linux, пишем pip install. PyLint. Жмем Enter. Pip install. У меня пакет уже скачен, потому что я использовал дистрибутив Anaconda. Если у вас то же самое, отлично. Просто вбейте ту же строку для проверки. Теперь мы готовы и переходим в текстовый редактор. Создадим простой Py файл. File. Save. На рабочий стол. Simple1.py Простой файл. Можете назвать как угодно, главное, чтобы можно было вызвать его через командную строку. Если вы не в курсе, как запускать подобные скрипты, убедитесь, что посмотрели предыдущие лекции. Пишем A, равно 1. Синтаксис подсвечивается, значит это Py файл. B равно 2. Заметьте, нижний регистр. Далее print A. Print. Пилент. И скажем, здесь я допустил ошибку, написал заглавную B. Sublime говорит, эй, мне кажется здесь прописная B, но мы его не слушаем. Простой скрипт с простой ошибкой. Думаю, все понимают, что в четырех строках найти ошибку очень просто. Но допустим, у нас скрипт на сотни строк. Ctrl-S, сохраняем. Переходим в командную строку. Пишем PyLint. Заметьте, не Python, а PyLint. SimpleOne.py. Помните, что он должен находиться в той же папке. Можете посмотреть лекцию о командной строке, если забыли, что я имею в виду. Жмем Enter и смотрим, что произойдет. Видим отчет. PyLint оценивает наш код по некоторым параметрам. Если поднимемся выше, видим, не найдено конфиг файла. Используется конфигурация по умолчанию. Вы можете использовать продвинутую конфигурацию PyLint. Видим Final New Line Missing. Это как раз ошибка стилизации. Неверное имя. Но, что важнее всего, это неопределенная переменная B. Это настоящая ошибка. Как видите, здесь буква и Error. И пояснение, что именно нам нужно искать. Неопределенная переменная B. Далее статистика по использованным модулям, методам, классам. Возможно, вам понадобится узнать, сколько в вашей программе классов или функций. Эта информация записана здесь. Также здесь указаны ошибки в написании. Например, функция написана заглавными буквами. Далее сырая метрика. Сколько кода, строк документации, комментариев и пустого пространства. Если вы работаете в команде и каждая строка должна содержать комментарий, здесь это можно быстро проверить. Надеюсь, вы сами будете решать, сколько комментариев вам нужно. Но этот отчет можно предоставить своему менеджеру или наоборот получить его от менеджера и разобраться. Далее дубликаты. Сколько повторных строк, их процент. У нас 0, файл очень простой. Сообщения по категориям, ошибки, предупреждения. Здесь еще одна ошибка. И еще больше информации о сообщениях. Какие именно появились сообщения после запуска Pylent. Неопределенная переменная. Пропущенная строка документации. Поскольку файл небольшой, это не такая уж проблема. Общая оценка вашего кода. И у нас она просто ужасна. Минус 12,5 из 10. Лучшая оценка, это естественно 10 из 10. А у нас минус 12. Просто ужасно. Так что Pylent выводит ошибки стилизации вроде пропущенных строк, модулей и строк документации. Также неудачный выбор названий переменных. И, что самое важное, он находит ошибки в программе. Теперь исправим наш файл и посмотрим, какую оценку нам даст Pylent на этот раз. Хочу заметить, очень сложно получить 10 из 10. Так что не беспокойтесь, если у вас это не выходит. Для оценки 10 из 10 порой код должен быть, что называется, machine readable. Написан для удобства машины, а не человека. Стоит соблюдать баланс написаний для получения хорошей оценки. Итак, перейдем к улучшениям. Вернулись к скрипту. Как нам его исправить? Часто при создании скрипта вверху оставляют комментарии для других разработчиков. Скажем, очень простой скрипт. Это будет наш комментарий. Он поможет получить несколько очков в Pylent. Далее создадим функцию MyFunc. Здесь лучше нажимать Enter, так как Sublime использует табуляцию вместо пробелов, тем самым мешая их в коде. Получается не очень хорошая стилизация. Добавим строку документации к функции. Простая функция. Теперь создам две переменные. Первая равна единице, вторая равна двум. Потому как обычно для названия переменной мы используем слово, а не букву. PrintFirst. Далее PrintSecond. В конце выполним функцию MyFunc и скобки. Заметьте отступы. Сохраняем. И снова запускаем в Pylent. Посмотрим нашу оценку. Скорее всего мы увидим большое улучшение по сравнению с минус 12. Окей, вернулись на рабочий стол. Сперва запустим наш скрипт. SimpleOne.py Видим 1 и 2. Похоже, все в порядке. Теперь проверим оценку. Pylent SimpleOne.py Жмем Enter. На данный момент мы получили 0 из 10. Похоже, у нас все еще есть определенные проблемы. Но уже лучше. Посмотрим сюда. Смешанная индентация. То, о чем я говорил. Табуляция и пробелы. Идем выше. Найден отступ с использованием табуляции вместо пробелов. Это проблемы стилизации, возникающие при использовании различных редакторов. Скажем, вы писали код в Sublime, кто-то открывает его в PyTerm или Atom. Обычно люди используют пробелы вместо табуляции. Но вообще, в коде нет особых ошибок. Он работает, как мы видели. Но Pylent указывает на все проблемы. Так что особо не беспокоимся. Стоит исправить смешанную индентацию, но точно не стоит париться, если у вас в огромном коде одни пробелы или одни табуляции в качестве отступа. Чтобы исправить это, сделаем вот что. Откроем скрипт, My Function, жмем Enter. Заметьте, отступ появляется автоматически. Если я нажму Backspace, становится понятно, что это табуляция, а не пробел. Чтобы это исправить, заменяем табуляцию на пробелы. Удаляем. Далее, раз, два, три, четыре пробела. Так нужно сделать для каждой строки. Я уже сделал это ранее в этом скрипте и в примере для Jupyter Notebook. Сохраняем. Как понять, пробелы здесь или таб? Скорее всего, у вас на экране этого не видно. Но если выделить отступ, в случае с пробелами, я увижу четыре маленькие точки. Если стоит таб, выделяем и видим линию. Повторюсь, на видео это, скорее всего, не видно, но если вы сами запустите программу, вы все увидите. И Пайлент ругается, если есть и то, и другое. Итак, вернемся к командной строке. Снова запустим Пайлент. Жмем Enter. Как видим, теперь наша оценка 8,33. У вас, кстати, может быть 6,67. Я запускал несколько раз, исправлял, добавлял. Это лучшая оценка, которой я смог добиться. Окей, это все, что нам нужно знать о Пайлент. Если вы пишете код для себя, вы вряд ли будете часто ей пользоваться. Эта штука больше для команды разработчиков. Если вы работаете над большой программой, у каждого свои методы. Пайлент поможет исправить некоторые ошибки. Не стоит использовать ее лишь для оценки своего кода, если вы пишете его в одиночку. Что ж, это был Пайлент. Далее мы поговорим о Unit Test, который позволяет тестировать собственные программы. Увидимся в следующей лекции и спасибо за просмотр. Привет всем и добро пожаловать. В этой лекции мы разберем библиотеку Unit Test. Unit Test позволяет нам написать свою программу для тестирования, целью которой будет отсылка специальных данных в программу, анализ обратного ответа и сравнение его с требуемым результатом. Так что мы создадим здесь два скрипта. Один будет переводить текст в верхний регистр, другой будет его тестировать. Вам стоит посмотреть лекцию в объектно-ориентированном программировании, чтобы понять, как работать с Unit Test. Потому что сейчас мы будем создавать класс Unit Test. Давайте начнем. Это редактор Sublime. Создам два скрипта. NewFiles. Save As. На рабочий стол. Первый скрипт Cap.py. Он будет переводить текст в верхний регистр. И еще один скрипт. File. NewFile. Save As. Сохраняем. Назову его Test, нижнее подчеркивание, Cap.py. Вы можете назвать как угодно. Оба скрипта я сохранил на рабочий стол. Cap.py выглядит очень просто. Одна функция. DevCap. Text. Return Text. Capitalize. Метод Capitalize просто меняет регистр первой буквы на верхний. Это не увеличение регистра всего слова. Можете быстро проверить в командной строке. Пояснение. Метод Capitalize меняет только регистр первой буквы. Метод Title меняет регистр первой буквы каждого слова. Позже мы перейдем на Title. Итак, комментарий. Вводим строку. Вывод в верхнем регистре. И под выводом в верхнем регистре мы имеем в виду первую букву. Сохраняем. Переходим к Test Cap. Здесь мы воспользуемся Unit Test. В написании подобной функции лучше всего идти от простого к сложному, запуская каждую функцию по порядку и постепенно их усложняя. Первое, что нужно сделать, это импортировать Unit Test. Далее импортировать нужный файл. Поскольку оба файла на рабочем столе, я просто напишу import.cap, импорт первого скрипта, импорт Unit Test. Это встроенная функция. Проверю написание. 2t, Unit Test, импорт Cap. Это наш первый скрипт. Теперь создам класс. Назову его TestCap. И наследую класс Unit Test. Unit Test. Unit Test. TestCase. Если этот синтаксис вам непонятен, пересмотрите лекцию о наследовании в секции объектно-ориентированного программирования. Здесь будет список методов, запускаемых для тестирования первого скрипта. df, test, one word, self, текст равен Python. Python. Результат cap .cap 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 , equal , вставляем result и Python с большой буквы. Это основная структура теста. Она довольно проста. Все что нужно сделать, это создать класс, наследовать с юнит-тест .test-case, Далее написать функцию В данном случае это testOneWord Обычно так и будет testOne, testTwo или название, обозначающее какое-то действие У нас здесь testOneWord Следующий будет testMultipleWord Нескольких слов Далее текст равен Python, вызываем функцию и тустируем скрипт Так что если кто-то вдруг отредактирует скрипт, а наша функция должна делать одно и то же Мы увидим это с помощью данного теста Берем результат Далее self.assertEqual И говорим Мне нужно, чтобы в тексте Python, проходящем через функцию capText Первая буква становилась заглавной Добавим еще один тест df Протестируем кое-что другое Назовем его testMultipleWords И протестируем сразу несколько слов Self Далее добавим текст Текст будет Monty Python Два слова Копируем Вставляем результат Теперь мне нужно, чтобы текст Monty Python прошел через функцию Копируем эту строку И меняем первые буквы на заглавные Получается так Monty Python, первые буквы заглавные В конце напишем if Name равно main Вызываем функцию unitTest.main Сохраняем И запустим наш testCAP Окей, запустим код Python TestCAP .py Жмем Enter И, похоже, возникла ошибка Это хорошо Тест нескольких слов Как видим, Monty Python, где первая буква второго слова прописная, не равна нужному результату Monty Python, где первые буквы заглавные Давайте узнаем, в чем проблема В тесте или в самом файле Все зависит от ситуации, но обычно вы поймете, что нужно поправить основной скрипт Часто в крупных компаниях есть специальный человек, запускающий подобные тесты, чтобы убедиться, что скрипт работает как нужно Если подумать, основная проблема, как я отмечал ранее, в том, что метод capitalize изменяет только первую букву Это значит, что во фразе Monty Python только первая M станет заглавной Что не совпадает с требуемым результатом Так что нам определенно стоит поменять метод Вместо capitalize я использую метод title Теперь буква в каждом слове станет заглавной Сохраним изменения И посмотрим, пройдем ли мы этот тест Возвращаемся в командную строку Запущу тот же самый тест Жмем Enter Запущено два теста, все в порядке Все тесты пройдены Это все, что нужно знать о Unit Test Давайте еще раз повторим Но, как видите, идея проста У нас есть скрипт Он может быть один, их может быть несколько Вызывающий класс или функцию Все, что угодно Внутри тестового скрипта мы импортируем скрипт, нуждающийся в тестировании Создаем класс Наследуем с Unit Test Test Case Далее тестируем нужную нам ситуацию Задаем нужную переменную Вызываем класс или функцию Получаем результат И сравниваем его с результатом требуемым Вот полученный результат Вот ожидаемый Вот и все, что нужно сделать Просто помните об этой строке Сделать данный оператор сравнения Спасибо, и увидимся в следующей лекции Привет всем, и добро пожаловать на лекцию по второму проекту Мы уже многое узнали о питоне и объектно-ориентированном программировании О ошибках и обработке исключений Этого вполне хватит, чтобы приступить ко второму проекту В данном случае мы будем создавать игру Blackjack К этому проекту можно подойти несколькими способами Во-первых, если вы все еще чувствуете, что плаваете в объектно-ориентированном программировании Или вам нужна помощь в этом проекте Можете начинать написание кода, подглядывая в видео с решением Многим студентам такой подход по душе Особенно новичкам в программировании Так что, если вдруг застряли Просто откройте видео и посмотрите подсказку Второй способ — это практически полная противоположность Написать проект самому Это уже для более продвинутых в объектно-ориентированном программировании людей Или для тех, кто любит сложные задачи Так что после просмотра этой лекции Переходите к пустому листу и приступайте к коду Пишите, тестируйте и создавайте полностью свою игру И есть что-то среднее Это воркбук Как и к первому проекту, у нас есть рабочая тетрадь Которая поможет вам решить определенные проблемы И выступает таким своеобразным гайдом для данного проекта Выбирайте любой понравившийся вам подход На основе вашего владения материалом Как я говорил ранее В этом проекте мы будем использовать объектно-ориентированное программирование Для создания игры Blackjack на питоне Давайте быстренько разберем основную идею игры Как в ней должно быть использовано OOP И посмотрим воркбук У нас будет простая версия Blackjack Компьютер будет выступать дилером Против него играет один игрок Мы начнем с обычной колоды карт и создадим ее репрезентацию на питоне, используя OOP Разберем, как должна выглядеть игра Для тех, кто никогда не играл в Blackjack Для тех, кто с этой игрой знаком, можете проигнорировать данную часть Итак, основная концепция Дилер — компьютер Игрок — человек Колода — 52 карты Что происходит? У игрока есть банкролл Средства на счету Надеюсь, вы уже подумали об атрибуте вроде банковского аккаунта Из предыдущих уроков по объектно-ориентированному программированию Исходя из состояния банкролла, игрок может делать ставки Если считает, что может выиграть с имеющимися картами Игрок начинает с двух карт рубашкой вниз Дилер — с двумя картами, одна из которых рубашкой вверх Игрок ходит первым Цель игрока — стать ближе к 21 по очкам, чем дилер Очки складываются из номинала карт в вашей руке Есть два действия Взять еще одну карту или остановиться Мы проигнорируем действия вроде слита и даблдауна, которые есть в реальном казино У нас будет упрощенная версия игры Два действия — взять карту или остановиться Например, мы берем карту Считаем сумму Помните, цель — быть ближе к 21, чем дилер Далее — очередь дилера Если у игрока менее 21 очка Дилеру нужно перебить его Или перебрать Под «перебрать» я имею в виду набрать сумму больше 21 очка Давайте рассмотрим возможные варианты Первый игрок набирает карты и перебирает, теряя свою ставку Игра завершается, дилер забирает деньги Это один из вариантов Дилер здесь даже не приступает к игре Второй вариант — компьютер выигрывает у игрока Например, у игрока 19 очков Он решает остановиться Далее ходит компьютер И набирает, например, 20 очков Таким образом, компьютер выигрывает И, наконец, третий вариант Игрок выигрывает после хода компьютера В упрощенной версии игры компьютер продолжает набирать карты Пока не перебьет игрока или не наберет больше 21 очка В данной ситуации происходит как раз именно второй вариант Таким образом, игрок побеждает Удваивает свою ставку И деньги зачисляются на его счет Поговорим о некоторых правилах Во-первых, картинки вроде валета, дама или короля стоят 10 очков Это и будут очки в репрезентации нашей колоды И картинки здесь стоят 10 очков Тузы могут считаться как за 1 очко, так и за 11 В зависимости от желания игрока Можете посмотреть ссылки в ноутбуке Чтобы подробнее ознакомиться с правилами этой игры Что ж, теперь давайте рассмотрим сам проект и воркбук Перейдем в репозиторий Окей, если зайти в Complete Python Free Bootcamp Второй проект Помните, что цифры могут отличаться, но название будет тоже Проект 2 Здесь есть несколько ноутбуков Кликаем Assignment Здесь описано, как должна выглядеть игра Мы уже говорили об этом ранее В следующем ноутбуке это Walkthrough Steps Описаны шаги выполнения данной задачи Которым стоит следовать во время создания игры Также есть некоторые подсказки с кодом В которые вы можете заглядывать Они находятся вот в этих ячейках, скопированных из Jupyter Notebook Можете копировать из них и вставлять в свою собственную программу Здесь мы создали класс, карту, метод init, метод string Заполнять их будете сами И третий шаг, класс колода Это небольшой кайт по проекту Можете попробовать написать игру полностью сами Или использовать этот воркбук Оба варианта хороши Воркбук похож на тот, что был в первом проекте Простое, пошаговое подсказки по созданию игры Далее, воркбук с решением Который полностью содержит решение данного проекта Мы разберем его в следующей лекции И воркбук с полным кодом в одной ячейке Так что можете просто скопировать его в Sublime или Jupyter И запустить игру Окей У нас есть три подхода к выполнению проекта Выбирайте тот, который нравится вам больше На данный момент это самый большой объем кода, который вы писали на протяжении этого курса Многие ученики поступают вот как Пытаются написать код сами Возможно, где-то застревают Обращаются к первому воркбуку с шагами Если что-то не получается, используют воркбук с решением И так далее Надеюсь, я вам помог Задавайте свои вопросы в секции на Udemy Увидимся в следующей лекции И спасибо за просмотр Привет всем и добро пожаловать В этой лекции мы разберем решение проекта Прошу обратить внимание Это просто один из примеров решения Коих может быть бесконечное количество В этом видео мы пройдемся по шагам воркбука Вот он Здесь описаны шаги, с которых стоит начать написание игры В этой лекции мы пройдемся по этим шагам Заполним ячейки и посмотрим, сможем ли мы запустить игру Видим заголовок игра Импорт И глобальная переменная Глобальная переменная, если помните Это переменные, которые объявлены вне функций И имеют глобальную область действия Сперва импортируем модуль Random Это уже сделали за нас Он позволяет нам перемешать колоду перед сдачей Можете посмотреть предыдущие лекции, где мы обозревали интересные операторы Теперь объявим несколько переменных Масть, ранг и стоимость Можете разработать свою собственную систему, но у нас есть пример Масть это картеж Можете скопировать и вставить его Ранг 2, 3, 4, 5, 6 и так до короля и туза Вам не обязательно делать так же, это просто пример Затем стоимость Это словарь, где написан ранг карты и ее стоимость Это удобно, потому как у нас есть валет, дама и король С которых просто так количество очков не считать Как например с 4, 5 и 6 Так что мы присвоили им по 10 очков Туз здесь 11, но в дальнейшем мы добавим и единицу Копируем, вставляем Теперь нам нужно значение boolean для контроля вайлд цикла Так же как и в игре крестики нолики, наша петля будет зависеть от переменной, отвечающей за продолжение игры Так что в конце стоит переменная playing Если она равна false, игра заканчивается Запущу эту ячейку и переходим к классам Создадим класс для карт Объект карты имеет всего два атрибута Масть и ранг Для этого возьмем метод string Он будет выводить описание карты Например, двойка червей Или тройка крестей Метод init Добавляем атрибуты Масть и ранг Self.suit равен suit Self.rank равен rank Опрезентация строки может выглядеть как угодно Мы сделаем вот что Return self.rank Плюс off Обратите внимание на пробелы Self.suit Запускаем и теперь у нас появился класс карт Замечу, неважно есть у вас здесь скобки или нет Они нужны только если вы используете наследование Я предпочитаю добавлять В ноутбуке их нет Это просто мой стиль Движемся дальше Шаг 3 Здесь мы создадим класс колоды В котором будут храниться все 52 карты А в дальнейшем мы сможем их перемешивать Код уже есть Давайте посмотрим, что он делает Self.deck Здесь пустой список Важно заметить, несмотря на то, что это объект deck, колода Атрибут здесь self.deck Вы можете использовать здесь любое слово Он не используется как параметра при первой инициализации колоды Все потому, что когда мы инициализируем колоду Мы хотим, чтобы каждый раз она была одинаковой Мы не хотим, чтобы пользователь мог ввести параметр, который изменяет колоду Она должна быть неизменной Так что сперва мы используем пустой список Для каждой масти в переменной suit Вернемся сюда Это наша глобальная переменная И для каждого ранка в переменной ранг Что мы будем делать? Все написано здесь Используем класс карты Self.deck Помним, что это пустой список Далее append Класс карты Атрибуты suit и rank Теперь, если я это запущу У меня получится список из всех карт Репрезентация колоды зависит от вас Мы сделаем вот так Deck Помните, эта функция вызывается только если вам нужно вывести всю колоду Deck.comp Равно пустой строке Для каждой карты Self.deck Мы прибавляем к deck.comp Новую строку Плюс Репрезентация карты Это наша строка Если помните, у каждой карты она своя Просто добавляем предыдущий метод Card Точка Стринг И скобки Если по-простому, это вывод репрезентации каждой отдельной карты с новой строки Также вернем строку В колоде находятся И добавим deck.comp Перетасуем колоду Здесь уже показано, как это сделать Используем библиотеку random, которую импортировали ранее Random.shuffle Self.deck Перемешиваем список Заметьте, я не использовал здесь return Все происходит на заднем плане Вспомните объектно-ориентированное программирование Не каждый метод что-то возвращает Этот просто перемешивает список колоды Далее метод deal Сдача карты из колоды Из списка всех карт берется одна карта И отдается игроку Или компьютеру SingleCard Равно Self.deck.pop Этот синтаксис может показаться непонятным Давайте разберем его подробнее Здесь происходит две вещи Мы берем атрибут колоды из класса колоды Затем берем из него одну карту И присваиваем это все SingleCard А для новичков это может быть сложным именно из-за двух точек подряд Довольно странно, если раньше вы этого не видели В данном случае это просто один метод Так же, как мы делали здесь Append после self.deck Берем карту и возвращаем ее Вообще говоря, это можно было сделать одной строкой Вроде return self.deck.pub Но я напишу так, чтобы было понятнее Итак, наш объект колода готов к работе Давайте потестируем, что получилось Создадим тестовую колоду и выведем ее на экран Запустим Видим двойка червей, тройка, четверка, пятерка Все карты выведены по порядку Давайте попробуем перетасовать эту колоду Test deck Shuffle Выведем на экран И вместо карт по порядку мы должны увидеть рандом Это мы и видим Буби, черви и так далее Все перемешалось Класс колоды работает Окей Давайте немного повторим, прежде чем перейдем к следующей лекции В самом начале мы задали несколько глобальных переменных И импортировали библиотеку рандом Глобальные переменные Кортеж для мастей и ранков Словарь для стоимости карт Переменная values очень важна для подсчета суммы очков в чьей-то руке Далее мы создали сам класс карты Это репрезентация одной карты Масть и ее ранг Можем вывести ее Таким образом вернется ранг of suit Далее класс колоды Мы использовали класс карты для быстрого создания списка всех карт Добавили цикл for Для каждой масти в переменной suit и для ранка в переменной ранг Берем и заносим карту в пустой список Помните, что карт это другой объект Масть это глобальная переменная suit, а ранг глобальная переменная ранг Создали класс карт и использовали его для создания списка колоды Затем мы вывели эту колоду Все, что мы делаем, это начинаем с пустой строки Далее для каждой карты в списке Добавляем новую строку И репрезентацию карты В итоге получаем огромный вывод из всех 52 карт Далее мешаем колоду Просто вызываем библиотеку random для нашего списка И сдача карт SelfDeckPop Присваиваем это переменной SingleCard И возвращаем ее Окей Мы протестировали создание колоды Ее перетасовку и вывод В следующей лекции мы создадим класс Hand Карты на руках И класс Chip Увидимся там Привет всем и добро пожаловать обратно Продолжая то, на чем мы остановились Нам требуется создать класс руки То есть с данных карт на руку И класс фишек Давайте, как и в прошлый раз Быстренько разберем эти моменты Вернемся наверх Помните, у нас есть глобальная переменная масти, ранка и стоимости Который мы можем использовать в любом месте программы Но что самое важное У нас есть вот этот словарь со стоимостью карт Это значит, я могу пропустить ранг Вроде двойки, тройки И сразу перейти к словарю со значением Мы будем использовать это в классе руки для расчета очков Мы пропустим сам ранг И сразу вернем стоимость карты После этого мы создали класс карты У объекта карты есть атрибуты масть и ранг Так что мы возьмем этот атрибут ранг И сравним по нему количество очков со словарем Движемся дальше Класс колода Содержит список из 52 карт Здесь мы использовали вложенный цикл ForSuitInSuit ForRankInRank SelfDeckAppended Класс карты Атрибуты Suit и Rank Также мы прописали вывод Перетасовку колоду И сдачу Теперь спустимся ниже И создадим класс руки Этот класс будет отвечать за сданное игроку карты Начинается с пустого списка Далее Мы добавляем в него карты из колоды Поднимемся выше Вызываем метод Deal Из класса Deck И берем из него сингл карт Добавляя ее в руку Для этого будем использовать метод AddCard Помните Это объект карты Далее Атрибут стоимости карт Содержит в себе сумму значений Начальное значение 0 Также нам нужно отслеживать наличие в руке туза Потому как он может быть равен как 11, так и 1 очку Начнем с добавления карт Что мы сделаем Напишем self.cards Далее добавим карту в пустой список Append объект карта Не беспокойтесь, что здесь прописано C Помните, что эта карта по сути приходит к нам из класса колоды С помощью метода Deal Мы берем отсюда одну карту Далее мы будем использовать AddCard Обращаясь к DeckDeal Это объект одной карты Которая имеет масть и ранг Итак, self.cards AppendCard И поскольку мы знаем, что этот объект имеет атрибут ранг Мы им воспользуемся для получения очков Как это сделать? Мы берем cardRank Помните, здесь может быть двойка, тройка, король туз И подставляем словарь со стоимостью в качестве ключа Таким образом, возвращая значение, равное стоимости карты Берем его И добавляем к текущему значению в данном классе Self.value Плюс равно valuesCard.rank В двух строчках кода происходит сразу куча вещей Мы берем карту из класса Deck методом Deal И добавляем ее к списку карт в руке Далее определяем ее стоимость Берем ранг карты Смотрим словарь со стоимостью, который сделали в самом начале И добавляем стоимость к self.value Это стоимость руки И мы знаем, что если self.value будет больше 21, то владелец руки проиграет Окей, давайте выполним небольшое тестирование Прежде чем перейдем к написанию кода для туза Нажму Alt-Enter для создания новой ячейки Если нажмем Alt-Enter несколько раз, создастся несколько ячеек Скажем, TestDeck равно Deck Далее перемешаем ее TestDeck.shuffle Теперь создадим тестового игрока Это будет человек Но для компьютера мы будем использовать почти то же самое Пишем TestPlayer Hand Игрок начинает без карт, без очков и без тузов Далее, TestPlayer Добавим карту AddCard Для этого нам нужно взять карту из колоды Так что PulledCard равно Deck Упс Не так TestDeck Точка Deal Напишу комментарий Берем одну карту из колоды Карта — это объект с мастью и ранком Теперь выведем эту карту И после этого добавим ее игроку AddCardPooledCard Теперь выведем количество очков игрока PrintTestPlayerValue Просто вызвав этот атрибут Запустим Что произошло? Мы создали колоду Перемешали ее Создали игрока Наш игрок — это просто объект рука Далее раздали карту Вывели ее на экран Это двойка пик Помните? У каждой карты есть собственная строка Ее репрезентация Затем добавили эту карту в руку игрока И вывели его очки На самом деле это можно описать компактней Возьмем тестового игрока Я не буду перезапускать ячейку TestPlay atCard Внутри Помним, что PulledCard — это TestDeckDeal Так что просто вставляем Добавляя еще одну карту в руку игрока Запустим ячейку И посмотрим количество очков Двенадцать Мы можем делать это снова и снова Добавляя карты в руку Но давайте разберемся с тузами Окей, пришло время решить проблему с тузом Сперва давайте взглянем на атрибут Self.Asus Помните, что он позволяет нам отслеживать количество тузов в руке Так что хорошей идеей будет вот что Отследить тузы Добавляя карты в руку Две вещи While Self.Value Больше 21 And Self.Asus Берем текущее количество очков и вычитаем 10 Далее Берем количество тузов И вычитаем единицу Окей, довольно заумный код, который сложно прочитать Давайте разберем, что здесь происходит Сперва мы проверяем количество очков Больше 21 или нет В этом есть смысл, потому что мы не хотим, чтобы туз равнялся единице, если количество очков будет меньше 21 Если посмотрим на наш словарь со стоимостью, туз изначально равен 11 Помните об этом Что происходит дальше Мы получаем туза Он равен 11 очкам Далее нам нужно подобрать количество очков за туз Если Общее значение очков Больше 21 И у нас есть туз То мы меняем его стоимость на единицу Вместо 11 Вот что мы делаем в этих трех строчках кода Эй Количество очков больше 21 И у нас есть туз Значит, он будет равен единице Селф.aces довольно интересный параметр Потому как мы используем в нем целые числа И они могут восприниматься как буллин значения Давайте продемонстрирую, что имею в виду Допустим, у нас есть переменная равная нулю Назовем ее 0 1 равно 1 2 равно 2 Если мы проверим, истинны эти переменные или нет И в 0 Print true Посмотрим, что произошло Ничего не выведено Значит, переменная 0, типа integer, определяется как ложь 0 имеет логическое значение ложь Возьмем единицу Как видим, она определяется как истина Все, кроме нуля, определяется как истина Введем двойку Получим true Мы можем использовать это в нашем коде Прописав просто end self.aces И проверять его на истинность Еще один способ это написать self.aces больше нуля Это почти то же самое В джупитер можно просто написать self.aces сократив код Но на самом деле это то же самое, что и данная строка больше 0 Итак, что получается? Если значение больше 21 и у меня есть тузы, то мы меняем количество очков за туза на единицу Окей С этим мы разобрались Теперь давайте перейдем к следующему Далее класс фишки Здесь все очень просто Возьмем сумму фишек И вместо задания количества фишек по умолчанию Можем сделать вот что SelfTotal равно 100 Все зависит от вас Хотите ли вы дать пользователю свободу начать со 100 фишками или с 1000 Все это зависит от вас Можете написать, как я сейчас показал Или просто скопировать из ноутбука код с количеством по умолчанию Далее winbet, выигранная ставка Предположим, пользователь сделал ставку Self.total плюс его ставка Если потерял, losebet Self.total минус self.bet Вот и все Мы отслеживаем общее количество фишек и размер ставки Затем вычитаем или прибавляем их в зависимости от исхода игры Окей, вот и все В следующей лекции мы напишем несколько функций для самой игры Давайте быстренько повторим, что мы сделали Мы создали класс hand, который представляет собой игрока Человека или компьютер Начинает он без карт Без очков И без тузов Добавляем карту из колоды Затем просто смотрим ее стоимость словарей и прибавляем к текущему количеству очков Также отслеживаем количество тузов Если ранг карты равен ace, прибавляем единицу к self.aces Затем определяем количество очков за туза Если очков в руке больше 21 и у нас есть туз Меняем его значение на единицу 11 минус 10 равно 1 И вычитаем единицу из self.aces Окей, идем дальше Класс фишки Просто вычитаем или прибавляем размер ставки к общему количеству фишек Что ж, на этом все Увидимся в следующей лекции И спасибо за просмотр We'll see you at the next lecture